На валютном рынке, тем более она развивается каждый день, миллион россиян это волнует. Многие эксперты, и вы в том числе, вы говорили о том, что одной из причин такой ситуации, это могут быть действия валютных спекулянтов. Назывались даже конкретные компании, конкретные фамилии. Вы можете назвать этих людей, кто они, россияне, какие-то зарубежные люди, и почему не удается их побороть? Они так сильны или мы так слабы? И если вы позволите второй вопрос в эту же тему, планируют ли ЦБ и правительство такие меры, как фиксация курса рубля или деноминация рубля? Это то, что было сделано как раз нашими украинскими партнерами, и никакого результата положительного не принесло. То есть, или заставлять продавать, вы это имеете в виду, заставлять участников экономической деятельности, экспортеров наших основных товаров, у которых есть валютная выручка, в обязательном порядке продавать. Но завтра они придут и купят опять, так как это было в Киеве, ну и в других странах так происходит. Значит, следующим шагом нужно ограничивать их в приобретении на внутреннем рынке. Но это мы так далеко зайдём. Поэтому ЦБ не планирует, насколько мне известно, и правительство тоже ограничивать наших экспортеров по таким показателям. И правильно делает. Это не значит, что правительство не может работать хотя бы через своих представителей в Совете директоров. Понимаете? Это же наши крупнейшие энергетические компании, они с госучастием, прежде всего. И поэтому там влияние возможно, но никаких директивных указаний, ограничений не планируется, мы это делать не будем. Что касается так называемых спекулянтов, это не уголовно-правовое понятие спекулянта на валютном рынке. Это могут быть иностранцы, участники валютного рынка, различные фонды. Они присутствуют на российском рынке и достаточно активно работают. Это могут быть и наши компании. И в целом, я же вот в самом начале говорил, это вполне соответствует практике любой рыночной экономики. Они появляются всегда, когда можно заработать денег. Не украсть, не кого-то надуть, а именно поработать на рынке, создавая для себя благоприятную ситуацию. Это подталкивая, допустим, как это было в начале этого процесса, скажем, в данном случае Центральный банк Российской Федерации, выходить на рынок и продавать золотовалютные резервы в надежде поддержать курс национальной валюты, проводить так называемые интервенции. Ну, ЦБ остановился и правильно сделал. Надо было, может быть, только пораньше и пожёстче это сделать. Тогда не нужно было, может, ставку поднимать до 17%. Ну, это другой вопрос, это вопрос, так сказать, вкусовой, хотя он является весьма существенным, это правда. Вот я рассказывал, кто это такие. Знаете, вот позавчера, тоже, нет, два дня назад я с некоторыми из них разговаривал по телефону, по дружбе. Вот. И вот задал вопрос, ну, а что же вы придерживаете? Я, кстати, не заставлял ничего делать. Придерживаете. Ну, нам нужно платить по кредитам скоро. Я говорю, понятно. Ну, а если по ЗУСЕКам поскрестим, можно на рынок выйти? Подумал, через секунду отвечает. Ну, 3 миллиарда долларов у нас есть. 3 миллиарда в загашнике. Понимаешь, о чём я речь? Это же не 30 копеек, это только в одной компании, 3 миллиарда в загашнике. Вот так вот по 3 миллиарда, знаете, что там наберётся не 30, а может, 300 миллиардов. Но это заставлять нельзя. Всё равно руководители компании, даже это с госучастием, они должны чувствовать, что будет происходить. Они должны обеспечить устойчивость своих компаний. А для этого правительство должно с ними работать в тесном контакте и обеспечить их не только вместе с ЦБ, не только валютной, но и рублёвой ликвидностью тогда, когда это им нужно. Давайте московский комсомолец дадим. Добрый день, Владимир Владимирович. Мы московский комсомолец Виктория Приходько. В ряде регионов нашей страны, в первую очередь в Москве, сокращается количество коек в больницах, соответственно, сокращается медперсонал. Как Вы к этому относитесь? И будет ли подобный эксперимент проведён на остальной территории России, поскольку люди всё-таки опасаются, что из-за такой реформы им не будут предоставлены даже гарантированной конституции право на медпомощь? Спасибо. Вы знаете, Вы затронули один из ключевых вопросов нашей текущей жизни, один из фундаментальных, я бы сказал. Образование, здоровье граждан, безусловно, должно находиться в поле зрения постоянного государства и региональных властей, в данном случае московских властей. И в целом, Вы знаете, мы должны, конечно, мы должны видеть, понимать и тонко реагировать на то, что происходит в соответствующем профессиональном сообществе. И все изменения, которые планируются и происходят, мы должны, конечно, делать в контакте с представителями, в данном случае, медицинской общественности. Вот если московские власти на каком-то этапе упустили вот эту вот часть работы, то это ошибка, и это, безусловно, надо управлять. Но ориентироваться прежде всего при решении вопросов развития здравоохранения или образования мы должны на что? На людей, которые пользуются услугами здравоохранения или образования. Миллионы людей ждут от нас улучшения ситуации в сфере здравоохранения. Вот на это надо ориентироваться прежде всего, на потребителей, на граждан. А граждане что говорят? Они недовольны здравоохранением, несмотря на все предпринимаемые усилия. Мы должны поанализировать, почему так происходит и что надо сделать для того, чтобы ситуацию улучшить. Я сейчас не буду давать оценок того, что сделали московские власти. Они действовали в рамках своей компетенции. Мы говорим о том, что у нас здравоохранение затратно, но...